Добрый день! Я рад приветствовать всех в нашем огромном и прекрасном мире, а конкретно в разделе «История» на канале Тьютор Онлайн. Семилетнюю войну некоторые историки называют вообще Первой мировой, хотя другие историки Первой мировой называют Крымскую войну, ну а Крымский будет в другом сюжете, я думаю, дойдем до этого. А сегодня про Семилетнюю войну. Война в Европе, на самом деле, она происходила действительно по всему миру. В начале конфликт начался в колониях Великобритании в Северной Америке. Они тогда занимали только вот небольшую часть побережья, и в этой небольшой части побережья было сосредоточено большое число народу, потому что из-за огораживания в Англии, из-за того, что выгоняли шотландские горные кланы, из-за того, что из Ирландии уже началась эмиграция, довольно-таки много людей пересекало океан. В то же время со всех сторон они были окружены другими колониями. На юге во Флориде испанские колонии, но в основном это французские. По течению реки Миссисипи, это Луизиана, на севере Канада. Нынешний Квебек, это все французские колонии. И во Франции не было ни огораживания, ничего такого, поэтому британские колонисты с завистью смотрели на огромные пространства, практически пустующие пространства вот этих самых французских колоний. И начался конфликт между колонистами вот здесь, в Северной Америке. Соответственно, митрополия поддержала свои колонии и собиралась нападать на Францию. Но! Была одна загвоздка. Британский король одновременно был курфюрстом Ганновера. Ганновер, он точно здесь слишком крупная карта, я вам не покажу, но он вот здесь вот на севере Германии. Соответственно, Франция могла воевать не только против Британии, но и напасть на Ганновер. И для того, чтобы защитить Ганновер, Великобритания заручилась поддержкой Пруссии, которая как раз тогда была на пике своего могущества. Там несколько королей подряд и укрепляли армию этой страны. Соответственно, вся остальная Европа испугалась, потому что если Пруссия со своей сильной армией получит еще и золото британских колоний, то тогда она станет гегемоном по всей Европе. Британию это не волновало, потому что у Британии тогда уже была концепция владычицы морей. Пока между ней Европой Ла-Манш, вот это владычество на морях, защищает ее от всего остальное. Европа это беспокоила. Поэтому против Пруссии сформировалась сильная коалиция, в которую входила и Россия. Роль России в семилетней войне можно будет разобрать в каком-нибудь другом сюжете. А здесь важно вот что. Важно то, что эта война происходила и в Северной Америке, и в Карибском регионе. Там основные британские, вернее самые прибыльные британские колонии, которые приносят сахар. И у побережья Индии. То есть, как мы видим, война происходила по всему миру, но конкретно для русских войск это вначале. Восточная Пруссия, вот здесь Калининградская область, а потом и основная Пруссия. Все, то есть для нас это вот такой небольшой уголок мира, хотя война происходила в разных точках карты. Конечно, помня прежде всего действия русских войск, нельзя забывать об общемировом контексте. Ну и конечно же нельзя забывать о том, что экзамены на носу, у кого они есть в этом году. Поэтому, если вам нужна квалифицированная помощь по подготовке к этому экзамену, то репетиторы на наших занятиях карты используют довольно-таки часто, причем на экране компьютера это гораздо удобнее смотреть, и объясняют все с точки зрения общемирового контекста. Поэтому, если нужна помощь, пожалуйста, ссылка в описании. Спасибо за внимание.